Лекция по Шиманбхагаватам. Песня 3, глава 25, текст 18. Прочитана его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прабхупадой, 18 ноября 1974 года в Бомбее. Перевод. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрёл знания, отрёкся от материального и таким образом осознал себя, видит всё в истинном свете. Такой человек становится безразличным к материальному бытию и влияние материальной природы на него ослабевает. Обусловленное состояние жизни означает подверженность влиянию материальной природы. Когда мы находимся под сильным влиянием материальной природы, мы уже говорили об этом, о гуне. Материальная природа — это три гуны, три материальных качества — невежество, страсть и благость. Благость лучше двух других качеств — невежество и страсти. Но главным образом, особенно в эту эпоху, люди находятся под влиянием гуны, невежества и страсти. Люди не знают, в чём состоит цель жизни. Например, их называют шудрами. Шудры не знают, в чём цель жизни. Они как животные. Животное не знает, в чём цель жизни. Это невежество. И страсть — это сила, творческая способность, или работа ради чувственных наслаждений. Это называется страстью. Добродетель или благость — это знание. Когда человек может видеть, что есть что. Итак, в последнем стихе мы говорили о том, как человек достигает освобождения. Мы — крошечная частица верховной личности Бога. Мы — не Кришна, но часть Кришны. Кришна — крошечная часть. Мы уже говорили о том, каков её размер. Одна десятитысячная часть кончика Болоса. Итак, когда мы это осознаём, что я не Бог, я обладаю божественными качествами, у меня есть качество Бога. Я также приводил пример. Море и капли морской воды. С химической точки зрения капля морской воды имеет те же качества. У неё только такой же вкус, химический состав. Точно так же мы должны понять досконально, что мы качественно лишь едины с Богом, но количественно Бог велик, а мы очень-очень малы. Вот это самопознание. Поэтому неотъемлемая часть, все живые существа, Кришна говорит, мои неотъемлемые частицы. Несколько раз мы уже объясняли, что это такое. Например, у моего тела есть разные части. Но функция этих частей удовлетворять центр тела, желудок. Ноги работают, руки работают, глаза, уши, все трудятся. Для чего? Для того, чтобы удовлетворять желудок. Точно так же мы должны трудиться для Кришны, поскольку мы неотъемлемая частица Кришны. Поэтому мы должны трудиться для Кришны. Я могу снова и снова повторять эту историю. Ударендрия нам. Индрии, разные части тела, поскольку они тяжело трудятся, а желудок находится в животе, он только и делает, что ест. И они объявили забастовку. Мы больше не будем работать. Вот этот желудок, он только делает, что ест. не работает. Так что и мы не будем работать. И они прекратили работать. Индрии. И постепенно они ослабели. Когда на следующей встрече они увидели, что мы ослабели, они снова решили, ну все, давайте снова кормить желудок. Это здравомыслие. Так это безбожное общество, общество негодяев, общество людей, которые забыли, что мы должны служить Кришне. Что это такое? Это дхармасья-глани. Когда общество забывает о Кришне и прекращает служить Кришне, это называется дхармасья-глани. Истинная дхарма. Дхарма — это не какие-то правила и ограничения. К примеру, сахар. Отличительная черта сахара — это быть сладким. Отличительная особенность чили — быть острым. Если сахар станет острым, а чили сладким, то никому это не понравится. Точно так же наше свойство — служить Кришне. А когда мы служим чему-либо, кроме Кришны, это наше болезненное состояние. Например, рука предназначена для того, чтобы брать что-то съедобное и класть в рот. Если она не способна это делать, то значит, она больна. Если пальцы, рука, они могут взять хорошую пищу, положить ее в рот, то они больны. Точно так же, когда мы не в состоянии служить Кришне, когда мы не служим Кришне, мы служим в любом случае. Это факт. Вы не можете стать господином. Кто-то может сказать, что он господин, он никому не служит. Все служат. Это факт. Либо вы служите своей семье, обществу, стране или офису. Столько служения. Если кто-то никому не служит, то он становится хозяином кошки или собаки и служит ей. Потому что служение — это моя природа. Но мы не знаем, куда направлять свое служение. А это Кришна. Это когда мы понимаем, что мы упускаем кое-что, мы служим, но мы не испытываем наслаждения. Вместо того, чтобы служить Кришне, я служу своим желанием, своей похоти. если я иду служить в офис контору, но я требую немного денег. Поэтому я отвечаю. Зачем я это делаю? Потому что мне нужны деньги. Я служу деньгам. Камо-лобхо. Поэтому Камо-лобхо говорится. Мы не можем без служения. И Кришна — господин, Экали и Швара Кришна. Единственный господин — это Кришна. Все остальные, все полубоги, люди, животные, деревья, все остальное, все они слуги. Таково положение. Итак, когда человек осознает это положение, я вечный слуга Кришны, я неотъемлемая частица Кришны, мой долг — служить Кришне, тогда это называется самопознанием. А не то, что «Ахам Брамасме я стал Богованом». Как вы можете стать Богованом? Если вы Богован, если вы действительно Верховный, Всемогущий, то почему вы страдаете под влиянием Майи? Разве Богован оказывается под влиянием Майи? Нет. Кришна говорит «Мама Майя». Майя — это служанка Кришны. И мы — слуги Майи. Так как же мы можем стать Богованом? Это здравый смысл. Если бы я был Богованом, чего ради я бы стал служить Майе? Поэтому мы служим Майе в разных формах. Кто-то служит стране, кто-то служит обществу, кто-то служит семье, кто-то служит офису и так далее. Столько разных форм. Это служение Майе, когда мы придем в чувство и поймем, что до сих пор я служил Майе, но сейчас я должен служить Кришне. Это само сознание. Здесь это описано. Гьяна Вайраги Аюктына. Это знание. Я слуга Кришны. Я не чей-то слуга. Это гьяна. Поскольку я в иллюзии, то я служу стольким разным людям и так далее, при этом не получая никакого блага. Я служу Каме, Лопье, Мохе, Мацаре, но я не получаю никакой пользы от этого, никакого счастья. Когда мы приходим на этот уровень, когда мы понимаем это, то это называется гьяном. И как только вы становитесь гьянием по-настоящему, то каков следующий шаг? Вайраги. Я больше не служу никому. Я буду служить только Кришне. Вот и все. Это называется Вайраги. Гьяна Вайраги. Поэтому в Бхагаватам сказано Если человек посвящает себя служению Васудеве, Кришне, это знание также приходит, как сказано в Бхагавадгите. Если после многих жизней человек действительно становится гьянием, он ищет знание, тогда он приходит к этому выводу. Какому? Васудева-сарвамити. Это Махатма. Не тот, кто отрицает Кришну и пытается стать Кришной сам. Это не Махатма, это Дуратма. Кто такой Махатма? Васудева-сарвамити. И зная это, Мама Прападеты. Это Махатма. Не нужно путать Махатму. Каков признак Махатмы? Махатма-насамам-партха. Вот кто-то Махатма. Вы не можете просто стать Махатмой. выдумать Махатму. У Махатмы есть качество. Васудева-сарвамити. Он знает, что Кришна есть все. Вот это Махатма. И что он делает? Он пребывает под влиянием Дайви-пракрити. Есть две Пракрити. Пара-пракрити и Апара-пракрити. Апара-пракрити это материальный мир. А Дайви-пракрити это духовный мир. И так, сразу же, как только он понимает эту философию жизни, что я без толку служил материальному миру или обществу, дружбе, стране и так далее, не служа Кришне. Вот это называется гьяной, знанием. И как только человек приходит к этому знанию, это положение называется стадией Брама-бхуты, осознанием Брамана. Об этом сказано в Бхагавадгите. Как только человек приходит на этот уровень знания, он становится прасанатным. Зачем я служил всему этому? Глупости. Я забыл, что я вечная душа. Крошечная частица Кришны и мой долг служить Кришне. Я уже говорил об этом. Неотъемлемая частица означает то, что служит целому. Это называется неотъемлемая часть. В офисе есть много служащих, но они работают для удовлетворения целого. Точно так же целое есть Кришна. Мы индивидуально. Все мы предназначены для удовлетворения Кришны. Ишаваси каждый, кто понял, что все принадлежит Кришне, Иша. Иша значит Кришна. Иша или Ишвара. Есть многие Ишвары или Иши, но Ишвара, настоящий Ишвара это Кришна. И Кришна также говорит в Бхагавадгипте. Есть много Ишвар или Ишей. Хорошо, но никто, Господь говорит, никто не выше меня. Это Кришна. И вот это гьяна. Как только человек приходит к этому выводу, что Кришна и Верховная Личность Бога. Я неотъемлемая часть Кришны. У меня те же качества, что и у Кришны. Но Он Прабху, а Я слуга. Он Господин, а Я слуга. Это совершенное знание. И тогда бхакти бхакти это когда человек достигает подлинной гьяны. Без настоящих гьянов никто не может стать бхактой. Глупый человек говорит, что бхакти предназначена для ак-гьяни, для не очень разумных людей. Нет, бхакти это призвание самых разумных. Потому что вы становитесь очень опытными спустя много лет, не только лет, но жизней. После всего этого времени человек действительно становится гьяни, истинным гьяни. И что значит эта гьяна? Васудева сарвамати. Вот что такое гьяна. Пока вы не понимаете Кришну или Васудеву, вы должны понять, что вы по-прежнему глупец. Вы можете выставлять себя великим гьянем, но вы глупец. Таков вывод Шастер. Поскольку если вы действительно гьяни, то вы должны предаться Кришне. В этом также сказано в другом месте в Бхагавадгитине. Кто не предается Кришне? Вот эти категории людей. Такие душ критина, которые всегда поступают греховно, потому что грешники не могут понять Кришну. Тот, кто полностью освободился от Папы, может предаться Кришне. Он может посвятить себя преданному служению. Так, чтобы избавиться от Папы, от греховной жизни. Человек может сказать, это потребует много лет, поскольку яшам антагатам папам. Если мы не поступаем благочестиво, то мы не способны освободиться от неблагочестивой греховной жизни. Но есть очень простой метод. Какой? Кришна говорит о нем. сарва-дхарман париттаджа мамикан саранан брая ахангтва сарвапапи бхабах кришна. Ахангтва сарвапапи бхабах кришна. Если вы просто предаетесь Кришне сарвадхармам, есть множество дхарм или множество действий или функций. Некоторые из них это благочестивая деятельность, некоторые неблагочестивая. Две формы. Кришна говорит оставьте это все благочестивые и неблагочестивые. Вот что такое сарвадхарман. Поскольку мы поступаем благочестивые или неблагочестивые, вы можете перестать совершать и благочестивую деятельность, и неблагочестивую. Как например Арджуна думал, что сражение со своим братом это неблагочестивая деятельность. И Кришна настаивал, ты обязан сражаться. И как Арджуна мог поступить неблагочестиво? Ведь служение Кришне выше и благочестивой и неблагочестивой деятельности. Это называется сарва дхарван паритяджа. Как например гопи. Гопи пошли к Кришне полночь. Они услышали флейту Кришны. Юные девушки идут к Кришне полночь. Это неблагочестиво. Согласно шастре, согласно принципам морали, это неблагочестивая деятельность, но поскольку они делали это для Кришны, их считают самыми праведными людьми. И кто рекомендует их деятельность? Чайтане Махапрабху был саньяси, он был очень-очень строгим. Ни одна женщина не могла приблизиться к нему, чтобы выразить почтение. Он был очень строг в отношении общения с женщинами. И он говорит, какое поклонение может быть выше или лучше поклонения совершаемого гопи. Шесть Госвами также говорили. Так хотя кажется, что гопи отправились к Кришне, чтобы танцевать с ним. И кажется, что это не очень нравственно. Но Чайтане Махапрабху рекомендует он говорит, что это высочайший метод поклонения Кришне. Это требует гьяна. Поэтому это называется трансцендентным знанием. Как служа Кришне, человек становится трансцендентным по отношению ко всем этим видам благочестивой и неблагочестивой деятельности. Это требует знания. Благочестие и неблагочестие. Все это в рамках материальных гун, качеств, хорошего и плохого. И служение Кришне трансцендентно, оно выше хорошего и плохого. И это называется истинным знанием. Если человек удачлив чтобы понять это знанием, то он тотчас же становится отрешенным от материальной благочестивой и неблагочестивой деятельности. Это называется вайраги, гьяна-вайраги. Без бхакти не может быть гьяна и вайраги. В действительности человеческая жизнь предназначена для гьяны и вайраги. Для двух вещей. В противном случае мы остаемся животным. Животное не может достичь никакой гьяны. Равно как и животное не может обрести вайрагию. Такова особенность животных. Но человек обладает возможностью подняться на уровень гьяны и вайраги. Гьяна это понимание, что я не материальное тело. Материальное тело не принадлежит мне. Я вечная душа и неотъемлемая часть Кришны. Кришна высший дух и я принадлежу духовному миру. Поэтому мой долг положить конец деятельности в материальном мире и вернуться домой к Богу. Вот это гьяна знания. Поэтому мы должны понять Кришну. если нам нужно куда-то отправиться, мы должны знать, куда мы идем. Поскольку мы служим здесь, нам нужно действовать по другой программе, чтобы служить Кришне, жить там в духовном мире. И мы должны понять Кришну очень хорошо. Если вы можете постичь Кришну, воистину постичь Кришну не такая уж легкая задача. Это очень-очень трудная задача. Даже мукты не могут постичь Кришну. Сиддхи значит мукти, освобождение. Кашчид-дьятати. Кто пытается достичь освобождение? Никто. Но тем не менее есть некоторые, которые стремятся достичь освобождение. Так Кришна говорит, достигнув освобождения, те, кто пытаются постичь Кришну, некоторые из них могут воистину постичь Его. Поэтому вы должны понимать Кришну Татвата. Если вы можете понять Кришну, Кришна говорит, Джанма Карна Медивьям, если вы можете постичь меня, мои явления в этот мир, как я играю роль человека, учу весь мир Бхагавадгити, какова моя миссия, почему я пришел, где моя обитель, как зовут моего отца. Люди ищут Бога, но Бог сам говорит, пожалуйста, поймите меня, вот я. Но люди не будут его понимать. как Он может вам помочь. Он все обо всем рассказывает. Я прихожу из своей Вайкунхи, из Духовного мира. Я прихожу, я учу. И чему я учу? Это Дхарма. Дхарма это закон, данный Богом. Это Дхарма. Вы не можете создать индуистскую Дхарму. Например, вы не можете создать какой-то закон. Допустим, есть правительство. Вы не можете сказать, мы индусы, мы сделали этот закон, мы мусульмане, мы сделали этот закон, мы парси, мы создали этот закон. Нет. Правительство сдаёт закон, и вы должны принять этот закон, неважно кто вы, индус, мусульманин, христианин и так далее. Поэтому Дхарма значит принимать закон Бога, а не выдумывать что-либо. Поэтому в Бхагаватам сказано Дхарма Проджитака этого Трама. Бхагаватам свободен от всевозможных Дхарм основанных на обмане. Поэтому истинная Дхарма это то, что дано Богом. И что говорит Бог? Сарва-дхарма и притяжа. Это настоящая Дхарма. Итак, мы должны учиться тому, что говорит Кришна. Мы должны постичь Кришну воистину, татва. И тогда мы становимся освобожденными. Это называется дьяна-вайраги. И как только вы становитесь ученым, вы понимаете Кришну воистину, тогда вы тотчас же отрекаетесь от материального мира. И тогда начинается настоящая Бхакти. Это также подтверждается в Бхагавадгите. Бхакти начинается тогда, когда настигается совершенна дьяна-вайраги. Человек может говорить в нашем обществе не так много ученых образованных. Нет, есть такие, но даже если человек глуп, например, дети, ребенок тоже может петь, танцевать, и он обретет эту дьяну-вайраги. Недавно меня спрашивал мальчик. Он не очень образованный. Я спросил у него, кто такой Кришна? Он сразу же сказал, верховная личность Бога. Это гьяна-вайраги, это результат. У него уже есть знания. то, что вы постигаете за много жизней. Мальчик, ребенок уже постиг это. Он сказал, верховная личность Бога. Точно так же, вместо того, чтобы искусственно развивать себе гьяну и вайраги, примите то, что говорит Кришна, и сразу становитесь гьяней и вайраги. Сразу же. Итак, наше движение сознания Кришны настолько замечательное, что даже ребенок может подняться на высочайшее положение гьяны и вайраги, если примет слова Кришны в результате хорошего общения. Итак, движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы дать людям возможность воспользоваться общением с гьяней и вайраги. Не с глупцами и негодяями, но с гьяней и вайраги. Бхакти Юктена Чаатмана и каков же результат прокрытием Ча Хатавжасам. Сейчас прокрытие уже не влияет. У вас больше нет влечения к кинотеатрам. Нет влечения к сигаретам. Практически можно убедиться в этом. Это молодые люди из Европы и Америки. Поскольку они приняли сознание Кришны, у них нет более влечения к мясу, к сигаретам, к кино. Нет. Это называется вайраги. Как они достигли этой вайраги? Только благодаря Бхакти, Бхакти Юктена. Итак, истинная цель жизни в том, чтобы обрести гьяну и вайрагию. Это предназначено для человеческой жизни, поскольку мы страдаем в материальном мире из-за невежества. У нас нет гьяны, я не тело, но я думаю, я тело, я американец. На самом деле я не американец, но я считаю себя американцем или англичанином или пакистанцем, индустанцем, и люди дерутся друг с другом. Весь мир движим этой агьяной. Я не тело, но весь мир пребывает в этой агьяне. Нет вайраги, люди очень привязаны к так называемой семье, обществу, любви. Всему придет конец, как только придет конец телу, не будет больше любви и семьи. Вот что такое агьяна и привязанность, моха, иллюзия. Вот это агьяна. Агьяна. Если человек гьянит, то это влияние материальной природы будет сведено к нулю. Так сказано. Пракрития уже не будет вводить вас в иллюзию, и вы перестанете считать себя телом, и все, что связано с телом своим, агьяна, невежество, точно же будет устранено, и человек освобождается. я не принадлежу ко всему этому. Почему я стремлюсь ко всем этим вещам в иллюзии? Это бхакти-юхтин. Если вы приняете бхакти-йогу, то это все придет автоматически. Как человек становится великим гьяне? Как человек становится великим гьяне? Ведь очень трудно понять, как маленький мальчик говорит, Кришна верховная личность Бога. И не только он. Даже совсем маленький ребенок. Есть еще один маленький ребенок, всего пяти лет от роду. Она ходит проповедует. Она спрашивает, ты знаешь, кто такой Кришна? Кто-то говорит, нет, не знаю. Она говорит, верховная личность Бога. Она постигла это, это гьяна. Может быть, я не знаю, я не могу проанализировать, что такое огонь. Но отец говорит, это огонь, не касайся, он обожжет. Хорошо, может быть, он ребенок, но он обладает реальным знанием. Точно так же при помощи процесса слушания Шрута Парампара. Если вы идете путем ученической преемственности, вы слушаете учителей, может быть, вы глупы, я глуп, но поскольку я слушаю от авторитета, мое знание совершенно. Мое знание совершенно. Я, может быть, несовершенен. Я не говорю, что я совершенен, но я обращаюсь ко всему миру и говорю, Кришна, верховная личность Бога. Ребенок говорит, мальчик говорит, я то же самое говорю, но это эффективно, это эффективно, потому что это факт. Я не создаю никаких чудес, я не творю золота, ничего подобного. Эти юноши, девушки, они идут за мной, не потому что я показываю чудеса, а потому что мы поем Харе Кришну, потому что это факт. Итак, в сознании Кришны это не очень трудно. Постарайтесь понять Кришну и таким будет эффект, если вы просто постараетесь постичь Кришну, участвовать в движении сознания Кришны, вы можете обрести понимание лишь повторяя Харе Кришна мантру, но если вы считаете себя очень ученым, великим ученым, образованным, философом, у нас есть десятки книг, вы можете их читать и постарайтесь понять Кришну. Постигнув Кришну, вы достигнете успеха своей жизни.